всем привет 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 как всегда я в машине сидела сидела в общем дома вернее отвела ромку в садик давид сегодня остался у нас дома приболел немножко не знаю то ли воспаление хитрости то ли правда приболел выглядит бодренько но сказал мама я болею я горнула 1 оставайся вот так вот такие трюки мы проворачивали когда ты не знаю вы проворачивали или нет но я точно и в общем оставила давида дома саша спит с ночи я позавтракала немножко убралась посуду там на кухне по убирала немножко и в общем решила думаю что я буду сидеть дома в общем думаю что я буду сидеть дома продолжу края вчерашние поиски обновок но и думаю но все равно нужно что-то для саши купить как бы в общем решила съездить в коблинс в города вышла у нас тут такая погодка но сегодня и обещали у нас дождь сыра и вот начал моросить дождик сейчас но у меня есть зонт если что между магазинами можно пробежаться за зонтиками поеду в центр коблинца не знаю планах я вообще хотела и и взору зайти до цару зару хотела зайти посмотреть что там есть нового но уже давным давно не было хотела туда зайти у нас так сделали и немножко неудобно получается она у нас в лёрд центре в торговом центре как бы немножечко туда надо обходить если я еду я обычно еду а он получается немножко на другой стороне и вот из-за одного этого магазина мне приходится идти в лёрд центр хотя многие наоборот любят лёрд центр а мне как-то непривычно мне больше форум как-то этот ближе ну и получается что нужно будет туда идти не знаю может я просто поеду в лёрд центр там похожу посмотрю что там есть я в принципе можно да наверное но я еще и хотела в комплексе в т.к. м.к. зайти потому что потому что я вчера там как бы один от другого отличается но и думаю может быть вчерашним я ничего не нашла а здесь что-то мне приглянет приглянется что-то возьму не знаю в общем планы такие расплывчатые хочется и того и другого и третьего в общем погуляю по магазинам посмотрю чего-нибудь может быть сама себе подарок какую-нибудь куплю ну что ж там чуть попала дворники мои заработали заработали так активно стоп все в общем едем а коблинс как я сказала а там уже дальше видно будет куда пойдем чего буду вас брать собой не знаю буду ли я в магазина вас с собой брать но во всяком случае как всегда покажу конечный результат что нашла что купила или ничего не нашла ничего не купила в общем буду вам показать ой смотрите деревья цветут какая красота такие они фиолетово розовенькие а там вообще я вчера спуска получается моста тут съезжала и тут видно прям этот весь парк и там он весь в нарциссах вон там цветет весь желтый такой красивые поляны такие засеянные нарциссами ну в общем едем увидимся чуть позже тут стройка свете под мостом что-то строит строят не знаю увидимся чуть позже такая вот сырая погодка видите моросить немножко дождик но как бы стоит прогнозе что только сегодня потом вроде опять будет тепло так все приехала я в коблинс в центре тут можно посмотреть тоже что здесь здесь кроссовки спортивные вещи телефончики бушные посмотрим сейчас что что где кстати очень много смотрите цыганами раньше такого не было сейчас прям толпами какой-то новый этот сейчас прям толпами везде сидят на каждом углу раньше как-то изредка только бывало такое что где-то кто-то там сидит попрошайничает а сейчас прям много стало ну то что беженцы едут видимо из-за этого так вот зайдем в т.к. макс т.к. макс зайдем посмотрим что там есть так надо одеть маску смазку одену и пойдем дождик моросит дождик моросит не прекращается еще 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 пойдем тут посмотрим что есть здесь играет музыка поэтому я снимать не смогу наверно здесь играет музыка и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как по-русски-то перевести? В общем, лапшу такую жареную с уткой и с курицей и рис тоже взяла просто. Ну и в общем, сейчас мы с пацанами пообедаем дома. Так что мне обед не надо готовить. Уже, в принципе, приближается время, как к Роману забирать. Сейчас, наверное, уже поеду, сразу, может, заберу даже его. Заберу и сразу пообедаем. И потом уже вам покажу все, что купила. Кстати, парковка такая дорогая стала. Я была где-то полтора часа. Да, где-то полтора часа меня не было. И я заплатила 5 ойра, ровно 5 ойра. Ну, это вообще дорого. Кошмар. Ну, раньше я вот за 2 часа где-то, ну, ойра 3 где-то вот так вот платила. Ну, не 5. Что-то вообще подорожало прям сильно. Вот так вот. Такие у нас дела. Так что едем мы сейчас. Сначала Ромку заберу, потом домой быстренько кушать с пацанами. Что еще? Кстати, вчера я вам не сказала, я в Ревы заходила, когда... Там было, знаете, что этот... Там же у них есть отдел с русскими товарами. Сказали же полностью убьет. Но был он полупустой, в общем. Что-то было, чего-то не было. Но так, ну, в глаза прям бросалось, что он такой полупустой прям. Никогда такого не было, чтобы он был настолько пуст. В общем, в Ревы есть там еще морозилка отдельная, да. Ну, и там, получается, только русские продукты лежат. Там вот у них заморозки вареники, пельмени, мороженое лежало. Потом всякие хинкали и вот такое всякое. Ну, в общем, русская продукция. Как бы угловой такой холодильничек, такой морозилка. И там вот все такое русское лежало. Он был полностью пустой. Только лежало 4 коробки пломбира. Вот это моя семья. Ну, там по 7 штук или сколько, я не знаю точно. В общем, 4 или 5 упаковок. В общем, коробочек было мороженого и все, больше ничего не было. Кстати, масла вообще никакого не было подсолнечного. Было и рапсового не было. Было, знаете, какое. Оливковое. Оливковое масло было. А вот это вот прям нижний ряд. Вот полностью вся, вся легалька, вся полка была пустая. Муку не знаю, муку не посмотрела. И макароны, кстати. Да, макарон тоже было очень мало. Ну, как бы полупуст. Ну, так, средненько было. Не совсем забито. Я особенно не всматривалась. Я просто проходила мимо, когда... Ну, я же с Ромкой была. И бегом-бегом. И вот мимо проходила, куда глаза вот попали, то и увидела. Вот так вот. Ну, а последний раз я же вам говорила, да, в Лидле была. Было масло, стояло по лето масло. Единственное, чего не было, это не было этого. Муки. Ну, не знаю, будем надеяться на лучшее, что у нас как бы нормализуется все. Хотя, кто его знает. Вот так вот. Такие новости. Так что увидимся чуть позже, да? Так, ну, я уже давным-давно дома. Мы уже с Ромой, с Ромой вернее. Да, с Ромой приехали домой, с Давидом покушали. Ромка не захотел, Саша спал. Потом поели. И так, я думаю, надо показать. Блин, что-то так спать. Вот. И легла, в общем, на... Ты же в садике был? Я тебя с садика забрала. Мы же, говорит, не гуляли на улице. Ну, в общем, Ромка тут пока мультик смотрел, я легла. Часик где-то поспала с ним так хорошо. Потом Саша встал. Вот сейчас чай попили, покушали. Вкусная еда была китайская или какая она там, я не знаю. Ну, в общем, решила, думаю, быстренько вам покажу все, что купила. Раз обещала, надо показать. Так, в общем, я купила в двух магазинах. Т.К.Макс и в Заре. Т.К.Макс я купила только для Саши. Сейчас я вам покажу, что я купила для себя. А потом, если Александр Александрович, ой, соизволит померить, то я покажу, что купила ему, в общем. Так, купила вот такую вот, я не знаю, как назвать, футболка, не футболка. В общем, вот такого красивого цвета салатового. Такая как спортивная кофта с коротким рукавом. Я хотела еще точь-точь такого же цвета купить штаны спортивные, но я померила, и это чересчур было ярко. Ну, и, в общем, я эти штаны оставила, а взяла другого цвета. Сейчас я вам покажу. Вот так вот, смотрите, выглядит она. Вот такая вот футболочка. Ну, мерить я сейчас не буду. Потом как-нибудь увидите на мне. Кстати, могу сказать вам, сколько. Размер С стоила на 15,95. Это в Заре. Ром, я сейчас быстро покажу. Потом вот такая вот футболка коричневая. Рома, ну, пожалуйста. Коричневая футболочка вот такая. Сейчас скажу. Размер М я взяла. 9,95 она стоит. За 10 евро, в общем. Вот такая вот. Простая, без всяких принтов, без ничего. Мне понравилась такая аккуратненькая. Вот такая футболочка для меня тоже. И спортивные штанишки. Я черные взяла. Просто без ничего. Вот такие вот. Черные штаны. Я их, кстати, не мерила. Я мерила зеленые. Взяла такого же размера. Только черные. Не знаю. Попробую, померю. Они стоили. Я взяла размер М. 17,95. Не видно, наверное, да? Отсвечивает. Вот так вот. В общем, что еще? А остальное все Саше. Ну и как бы там совсем чуть-чуть. Сейчас я Сашу позову. И он если вдруг померяет, то я вам покажу. Привет, ребята. Маленький. Думаешь? Вижу. Это X, X, L. Так, не позорь меня. Это не X, X, L. Какой X, X, L тебе? Ты что придумала? Блин, лампы отсвечивает сейчас. Вот-вот, она придумала. Это там ошибки. Это она авторучки нарисовала сама. Знаю, на ваших. Лежи. Померешь? 30 евро. Так, сдаешь назад, идешь все. Да. Это мне тоже не надо. Футболочка. Там нету все, не будет. Сюда встань. Тебе не видно, там ты спрятался. Вот, тут овощи. Как раз должно быть. Да? Да не дорого. Смотрите, какой ужас. Он каждую цену смотрит. Если дороже питьевой раз, дай назад. Да? Да, если можешь за 5 купить, зачем покупать за 15? Так? Нету за 5 такой. Есть. Нету. Не искала. Это мне. Все, там не лазит. Так, я проверю тоже все. Ты думаешь просто так, вот за 9 евро, вот это нормальная вещь. Оставляешь. За 9 оставляешь. 15 это уже дороговато. Вот, цветки, а эта футболочка, это мне. Вот такая. Такая футболочка, видишь? Это за 9, которая. А, пойдем. Красивая футболочка. Красивая. Это некрасивая. Он по цене отценивает. Так сильно. Такая спортивная. Так сидит футболочка, да. Хотя вот такие же штаны еще померяла, но это было через чуть-чуть зеленое. И взяла. Ну, главное зеленое. Ну, через чур, когда много зеленого. Все зеленое. Главное, не дорого. Дорого было. Да? Да. Да, все правильно. Через чуть-чуть зеленое. Ну, я взяла место зеленых, тех штанов, такие же штаны, только черные вот такие. Под низ. Только что-то они какие-то огромные. Слушай, под низ. Ну, подать кофту вот так, чтобы черно-зеленое. Потому что они всегда под кофту под низ тогда, получается, идут. Ну, вместе, чтобы как спортивный костюм, типа. Что, не понимаешь, ничего. Дорого, да. Сдаем назад. Вот с кем я живу, да? Это он шутит так. Не подумайте, а ты подумайте, правда, что он у меня жмотный. Вон, чек подзывает. Чек подзывает. Дай-ка, это я тебе только купила. Это твои только. Эй, эй. Это только мои, что ли? А вот еще один. Это с другого магазина. Нет, это с того магазина? А, нет, это мои только. Вот это мои, а вот это твои. А, вот теперь систему понял. Моим, это в ширпотребном, как он называется? Ширпотребном. Как называется? Это как макс. Нет, где на развес. Second hand. Second hand. И почти покупают. И что ты был там? Нет, это такой магазин, там новое. Все, не надо рассказывать. Это просто... А где хозы мои? Хозы, вот я же не показала. Ты же скажешь... Ты что, раз? 47-ой раз стоили? Нет, это все вместе я заплатила. Вот они. 29,99. Вот они. Ты что, правда, подумаешь, что ты это проживаешь? Ты что и пакетик купила за 30 центов? Смотрите на него. Принять с собой нельзя пакетик взять. У вас дома пакетик с пакетиками есть. Друзья, у нас нет пакетика с пакетиками есть. Все, все закупки. Все, что купили. Больше ничего не купила. У меня настроения просто не было. Поэтому я купила так мало. Смотрит на меня, как на врага народа. Это он шутит. А то подумайте, правда. Он прикалывается. Сейчас камеру выключу. Он скажет, ну давай мерить. Все, увидимся позже. Покажи себе ребятам. Что, как раз? Теперь будет папа таким вещем будет ходить. Таким вещем будет ходить. Посмотрите. Подойди поближе, пожалуйста, папа. А то что-то мы тебя плохо видим. Папа будет. Вот. Не, ничего, хорошо тебе футболка. И штаны, правда, немножко такие, как супермодные. Отойди, если тебе не видно вот сюда. Тут подойди, то подойди. Ты вон туда ушел просто от камеры. Тихо, тихо, тихо. Без насилия. Без насилия, я сказал. Не будем драться. Давай, драться. Посмотрите. Вот так у нас и происходит. Постоянно. У них там бокс, что-то этот, дерутся, бесятся, орут как и все. Вот ты доволен? Что, сдаем назад? Да. Мам, мой пап, давай отдыхаться. Да все, не надо драться уже. Хватит. Роман, отойди от Света, пожалуйста. Пап, давай драться. Бриться будешь? Драться. Он будет бриться. Мы неделю его хотим заставить, чтобы он побрелся. Посмотрите, как он оброшит. Ладно, в общем, увидимся с вами завтра. Сегодня я уже ничего снимать не буду. У нас тут дурдом полный. До завтра. Продолжение следует.